Перед началом игры всех присутствующих поздравили с днём Металлурга. Далее построение и торжественное приветствие команд. Уже в самом начале игры хозяева повели в счёте, забив красивый гол со штрафного. Спустя пару минут Металлург сбивает вновь. Иван Крештопа один справился со всей командой, показав своё мастерство. Вся игра была очень насыщенная. Голы в ворота Кометы сыпались друг за другом. К сожалению, не обошлось и без травм. Оставшись без ведущего игрока, у кубанцев совсем перестало получаться реализовывать опасные моменты около ворот хозяев. По словам капитана команды Металлург Владимира Сосницкого, уже в первом периоде они почувствовали слабость соперника. Команда молодая, ещё не как надо вошла в чемпионат России в этом году. Команды чувствуются, кто посильнее, кто послабее. Сегодня они играют на минус 50. Поддержать свою любимую команду пришло большое количество преданных болельщиков. Всё время болеем за Металлург, сколько себя знаем. Какие впечатления были от матча? Ожидали ли такой крутой победы? Сегодня битва. Сегодня битва. Очень здорово. Клёво. Пацаны наши молодцы. Ура. Уле-уле. Я пришла с дочерью. Наша команда, конечно, молодцы. Большие. Спасибо им большое. А Максим Гарипов пришёл на мотобол впервые. И как любитель любого экстрима, сразу заинтересовался игрой. Побольше бы такого спорта экстремального в России. Очень доволен, в принципе. Ещё, может быть, даже в следующий раз приду посмотреть. Второй тайм начался с большим отрывом хозяев. Такой день Металлурга ведновчанам запомнится надолго. Ведь подарок от их любимой команды они очень ждали. Сильная команда. Костяк сборной России. Другого от них и не ожидаешь. Всегда достойно играют. С большим преимуществом развиваются. Пусть, дай бог им, хороших спонсоров. Ну и побед. Конечно, все ждут новых побед. Ведь уже совсем скоро начнётся самый важный этап соревнований. Чемпионат Европы по мотоболу. Сейчас осталось 20 дней до начала чемпионата Европы. А сборная России, основной состав сборной России – это Металлург. Поэтому сейчас только можно уже шлифовать то, что умеем. А в итоге этой игры Металлург обыграл комету с разгромным счётом 13-3. Анастасия Воронина, Сергей Ларин. Видное ТВ.